Проезд в общественном транспорте – дело привычное для каждого горожанина. Однако он должен быть безопасным и качественным. За это отвечают перевозчики. На некоторых маршрутных линиях города появились итальянцы. Новые машины «Фиат» уже курсируют по миатским улицам. Их преимущество оценила наша съемочная группа. В автопарке фирмы «Автолайн» пополнение. Три новеньких маршрутных такси фирмы «Фиат» уже работают на линиях, радуя пассажиров в качественном перевозке. Директор фирмы «Автолайн МИАС» Дмитрий Зимин давно принял решение поменять старый подвижной состав на новый. В прошлом году ряды автотранспорта пополнились двумя автобусами «Хиондай», двумя «Фордами» и одним «Фиатом». Месяц назад на маршруты встали еще три новеньких итальянца. Это лично наша инициатива. Никаких ограничений по срокам эксплуатации автомобилей нигде нет. Автомобиль европейского качества, естественно, гораздо удобнее для пассажиров, экономичнее уже двигатель Евро-4, пассажироместимость другая, удобнее, но, естественно, безопаснее. Новые маршрутки обеспечивают не только более безопасный проезд, но и более удобное передвижение в них. Новый автотранспорт отличается качеством проезда так же, как и отличается большим количеством посадочных мест. Но, как говорят перевозчики, на цену проезда это не повлияет. Удобство теперь как для пассажиров, так и для капитана четырехколесного корабля. Усталости, отработал смену, усталости практически не чувствуется. То есть разница огромная, что «Газель» или вот эта машина. Пассажиры что говорят? Ну, пассажиры что говорят? Садятся и радуются, охают, ахают. Какая хорошая машина. Как говорит инженер по безопасности Сергей Исаков, новое транспортное средство – это не только гарант безопасности перевозки, но и опрятный вид всего города. Транспортное средство – это лицо города. Раз бы видно, что в городе порядок, что в городе власть. То, что власть беспокоится, перевозчики беспокоятся за безопасность людей. Руководство фирмы «Автолайн» планирует и дальше обновлять парк маршрутных такси. Пусть с опозданием, но это как бы наш подарок городу и горожанам. Ко дню города. Ольга Звездина, Эйдар Насыров, программа «24 МИАС».